здравствуйте дорогие друзья много вопросов что радует это очень важно для нас именно так мы размышляем над словом бога которое до нас донесено его волей поступил вопрос от подписчика вопрос звучит так синаптических евангелий описывается хождение и шоуа то есть иисуса по воде фактически одинаково то есть он реально шел по озеру в бурю но евангелие от иоанна и обратил внимание говорит подписчик на нюанс в описании этого случая она пишет проплыв около 25 или 30 стадий они увидели иисуса идущего по морю приближающийся к лодке испугались но он сказал им это я не бойтесь они хотели принять его в лодку эту часть лодка пристала к берегу куда плыли и подписчик дальше говорит то есть как только в темноте они увидели его иисуса идущего по морю то есть идущего по воде испугались так же они стали на мель ну так звучит вопрос получается что возможность ушел по отмели был в стороны темно и они увидели его воде испугались конечно это момент ничего не меняет для подписчику но тем не менее вопросы есть и конечно мы его разъясним сколько сможем до этого момента мы с вами читаем что христос совершив чудо со хлебами стал перед проблемой и где хотели назначить его царем вот наконец пришел тот царь обещанный им танахом иисус удалился на гору это важно учить не кисели в лодку проплыли несколько стадий но это точно написано о стадиях это примерно сто восемьдесят пять метров озеро это она примерно 21 километр а его наибольшая ширина около 13 километров галилейское озеро или море как мы называем очень важно обратить внимание на весь контекст этой шестой главы от иоанна и потому что все эти события связаны между собой почему христос прежде сказала не бойтесь начнем с этого потому что они испугались призрака в это время пришествие иисуса христа на землю очень были распространены страхи о привидениях о призраках прежде всего по этой же причине он есть вместе с апостолами после своего воскресения рыбу хлеб чтобы они видели что он в теле в этом которые не есть призрачные он не какой-то фантазм фантом он есть человек воскресший это очень важные моменты и так как весь тонах обещал иудеям царя то они решили что этот царь придет избавит их от римлян мы это даже слышим от апостолов и вот когда него хотели провозгласить царем земли христос демонстрирует иисус что он царь неземли неземных вот этих учреждений и образований под названием царства империи и государства он царь небесный и подвластны ему все все стихи земные потому что он сын бога живого и иисус он мог этого не делать но он идет в воде что привело в ужас прежде всего потому что апостолы думали что это призрак развенчав их страхи он приблизился к ним и они услышав голос хотели принять его в лодку если мы смотрим оригинал то конечно же они его взяли в лодку то что и пишут другие синаптические евангелия нам они его взяли в лодку вот здесь написано тот час то что нас смущает это значит сун скажем на английском языке вскоре но в очень быстром вскоре понимаете разницу она не было совершенно мгновением как моргнула какие-то минуты прошли и друзья мы они оказались в том месте внимание куда плыли не на мели не помели иначе бы нам не было написано что он шел по воде зачем нам это писать и ему это делать если он будет по какой-то мели ходить если бы он не мог засушить смоковницу избавить человека от смерти то конечно было бы странно ходить ему по воде но друзьям и он может все это потому что он сын бога живого и наделен всеми сверхъестественные возможности потому что он не естественное существо как обычный человек скажем в кавычках естественно то что что для нас естественно на самом деле действительно только лишь момент привыкания без над нами звезды которые висят это что мы ходим по земле и никуда не улетаем грубо говоря это гравитация это все нам кажется естественно на самом деле это великие чудеса и все эти чудеса великие рождение ребенка за несколько недель за 40 недель и вылупление из яйца птенца и желтка яичницы это все чудеса которые сделать нам привычными но это чудеса божественные поэтому идти по воде именно для той цели он сделал как то время когда помните он утихомилил ветер и бурю для того чтобы продемонстрировать я царь не ваших устройств человеческих я царь всего все я царь всей жизни и всех энергий на земле потому что отец мой небесный дает мне всякую эту возможность вспомним как он говорил никодиму который пришел к нему вечером кстати ночью это немножко там прокрался кого-то боялся нет в израиле 18 часов 6 часов уже считается следующий день ночью уже темно как многих южных странах сказал ему что же я буду вам говорить о небесном когда вы земном не понимаете ничего я же все-таки пришел не для того чтобы ты мне содержал давал спонсорские помощи как до этого и пришел никодим я пришел для другой цели нести вам духовное откровение то духовное откровение которое может вас вознести царство небесное где вы должны быть создание божий его образ этому они его конечно взяли в лодку и через некоторое время сун очень скоро пристали туда друзьям еще раз куда они плыли то есть капернаум вот это выражение тот час свойственное именно евангелистам когда они переводят в уме на греческий все что мысят по-юдейски она очень часто отвечаете в евангелию марка час вдруг но она не обозначает то что мы сейчас нашим понятийным категоричным аппаратом измышляем нет как щелкнул и получилось нет какое-то время конечно проходит но они очень быстро пристали именно там где они должны были пристать и это было удивительно глазах апостолов и они понимают что он царь это царь каким его хотели сделать потому что и апостолы хотели его сделать царем помните можно сесть по твою правую левую руку и когда ты наконец придешь восстановить царство израилю спрашивали апостол иоанн иаков они также мыслили и он им показывает свое предназначение также точно разговаривал христос и с пилатом он говорил мы я не от этого мира царь и пилат очень сильно испугался потому что покой и те слова по достоинства с которым говорил христос его просто вели в ужас это были не человеческие достоинства а именно сверхчеловеческие также точно мы помним народ изумлялся когда ферсии спрашивали зачем вы слушаете этого проповедника иисуса а народ отвечал мы помним он говорит не как обычный человек иоанн своем евангелии описывает второе чудо которое христос совершил в галилее насыщение пяти тысяч хлебами и хождение по морю эти события тоже связаны потому что пять тысяч хлебов которыми насытил христос тех кто пришел слушать его это его учение это его наука это его заповеди это его откровение евангелие он показывает людям которые нуждаются ищи жаждут слова бога я из хлеб говорит христос они его получат и вот это преломление если в христе преломление между друг другом потому что мы едины сейчас христиане преломляем хлеб который дал нам бог и поглощаем науку заповеди принесенную на землю сыном божиим иисусом христом это есть наше единство и это если евхаристия и он конечно не царь земли он царь царей он царь всего и земли тоже но не в человеческом понимании конечно а в сверх человеческом небесном божественном духовном и конечно земле иисус он человек со всеми своими болевыми точками ощущениями эмоциями чувствами не надо делать из него не робота не призрака потому он демонстрирует так себя что я не призрак хоть и обладаю тем чем обладаю я на земле с вами во плоти обладаю плотью человека и для нас это великая тайна кто есть сын божий да не смущается сердце ваше говорит христос отвечай на вот эти смущения человеческие как понять тебя христос иисус и отвечает он не смущаетесь сердцем и в меня веруете и в отца моего верить творца через меня дальнейшим говорит христос вы приходите к отцу единственному небесному творцу и никак нельзя по-другому и никто не придет к отцу живому как только через меня говорит христос опять-таки иоанна потому что я есть пути истина говорит христос то есть это значит если вы не идете вас нет истины в ее не ищете вы никогда не придете на богу здесь надо понимать не номинально просто вот христос я говорю христос потому и дубу нет путь и истина не просто так сказал это иисус я есть пути истина вот кто так придет в духе истины отец мой ищет себя таких поклонников тот придет живому богу придет когда когда он врет это точка прихода а вся жизнь это путь путь поиска истины нахождение не желание мне находиться попытки и стремление в ней находиться в истины божественной а не в какой-то человеческой которая оторвана от боже истины и так да мы понимаем что для бога нет ничего невозможного хотя понимаем ли иногда нет на самом деле бог разверши красное море это видимо человеку чудо бог разверши на две части орда да в конце концов бог создавший все и нас тоже не изумляет ли это нас но это совершенно не значит что мы не будем сомневаться задавать вопросы удивляться и пытаться что-то допонять это важно это очень существенная часть ищущего человека который жаждет истины именно таких ищет отец мой говорит христос верующий в духе и истине а мир не просто так называется улем на еврейте что переводится сокрытый ищите и найдете стучите откроется просите и дано будет но если не стучать не просить не искать то и не откроется спасибо большое за вопросы никак не смущайтесь обязательно надо задавать вопрос иначе вера будет наша пуста иначе она будет непонятно во что мы верим в кого мы верим можно верить в осенний пение его какую-то определенную миссию лесную человеку свойственные иллюзии заблуждения потому мы спрашивая живого бога и всех кого нам дает продвигаемся через тернии к звездам ищая истину говоря живым богом обязательно с отцом и творцом и духом научителем его которого непременно даст чтобы могли мы продвигаться через тернии к звездам друзья мои важно иметь глаза чистые и вынимать наши бревна из глаз именно когда мы воздаем вопрос мы что-то не понимаем чем-то сомневаемся и тогда мы осознаем что мы несовершенные нет у нас вот этого листа собственной погрешимости которая есть у гордых и глупцов поэтому друзья не смущайтесь обязательно мы должны задавать вопросы и пытаться на них отвечать всем радости познания мне дороги все комментарии те которые смущаются и те которые вопросительные и те которые размышляют они все очень дороги главное чтобы они были искренними они для того чтобы знаете нет любят что-то там умничать что-то там говорит покрасоваться или спорить о том что не понимают или подвохом какие-то вопросы задавать это просто потеря времени а ведь у нас его нет ведь время это самое драгоценное что здесь есть на земле если его пользовать с умом для блага ради бога ради ближних еще раз всем радости познания